Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Почему вера языческого сотника, подобная вера, не нашлась даже в Израиле, во всем еврейском народе? И мы прочитаем Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 13 стих. И здесь говорится следующее. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился. И сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плащ и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Итак, мы прочитали Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 13 стих. Что мы здесь видим? Мы видим военного человека, сотник, где-то, скажем так, если на современный лад, полковник. Но надо понять, что сотник в римской армии – это серьезный человек, потому что римская армия – это была военная машина, но в то же время это была машина, безукоризненность которой обеспечивалась тотальной дисциплиной и тотальным порядком, который царил в этой армии. И сотник идет к Иисусу по Евангелию от Луки, он присылает к Иисусу своих людей и настаивает на том, что Иисусу необязательно прийти в дом сотника. Достаточно сказать слово, и слуга исцелится. Почему сотник себя так ведет? Конечно, он знал, что в еврейском народе было запрещено, чтобы еврей входил в дом язычника. Помните, когда книжники и фарисеи, и первосвященники пришли хлопотать по поводу казни Иисуса, они не могли войти в дом Пилата, потому что им запрещено входить в дом, где живут язычники, а вода зора, чуждое служение, там идолы могут стоять и так далее. Откуда он мог это узнать? Мы видим по Евангелию от Луки, что у него были друзья старейшины еврейского народа. Конечно, они ему объяснили, что еврей не может войти в дом язычника, не осквернившись. Но сотник не хочет говорить об этом напрямую. Он говорит вот в этих метафорах, которые понятны ему, воинской службе, связанные с воинской службой. Это великая вера. И мы знаем из Евангелия, что Христос по-разному исцелял людей. На кого-то он возложил там руку. Для кого-то он плюнул на землю, сделал брение, намазал ему лицо и отправил в паломническую поездку к селамской купели. Он действует по-разному, в зависимости от того, что мы тоже все очень разные. Но вот в этом случае, когда достаточно было только слова, даже Иисус удивляется. Мы прочитали о том, что Он удивился. Удивить Бога, я думаю, нелегко. Но это произошло. Вера этого сотника, она сверх меры. Да, об Аврааме сказано и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Но вера Авраама подтверждалась чудесами, знамениями. Иногда знамения просил сам Авраам, когда говорил, а как я узнаю, что это будет? Вера язычника, оказывается, великой. Она же превосходит веру патриарха Авраама. О чем это? Это о том, что говорит Христос далее. «Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Здесь Христос не просто говорит о том, что другие народы и племена примут эту веру, но она будет принята в формате западного христианства, латинского и формате восточного христианства. И они возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом, как новый Израиль, как новый народ Божий, о чем пишет апостол Божий. «Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованное, а ныне помилованное». Сегодняшнее Евангелие показывает нам веру человека, который из глубины язычества взывает к нему, но взывает так ярко, так сильно, что нельзя не удивиться этой веры, которой удивился и сам Христос. Ибо в Израиле не нашел ничего подобного. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя!